Цветом неба избавился от белого. Взяла жидкость, взяла белило, сделала сметанный замес, взяла голубой. Взяла голубой, полностью избавилась от белого холста, полностью. Цветом неба. Количество краски, которое ты заложишь, должно быть таким, чтобы когда ты мастихином захочешь ее удавить, появлялся даже излишек вещества. И ты его снимешь и сдашь на полицию. Вот это состояние нас очень устраивает. В этом будут входить потом идея гор с их содержанием мастихином. Прикольно? Давай. Пока я два это от белого. Поскольку у тебя небо здесь, то я не побоялся сюда бонзиться. В гуаши можешь так и поступать. А в масляной живописи хорош штрих. А вот эта покраска заборная плоха. Штрих их благородие. Краски много задействовало. Значит, штрихом бы ты более распределительно работала, понимаешь? А так ты умазываешь, умазываешь. И твоя задача-то сколько вещества, помнишь? Сколько у тебя излишков? Бестолкового излишков, понимаешь? Давай. Ультрамарин. Я делаю чуть ниже. Для того, чтобы ты могла сделать на том уровне, как ты делаешь. У тебя очень много лишней краски. Ты ее просто ушпатлевала. Тебе нужно было удавить ее. А ты ее умазала, умазала. Понял? Добавлю правую часть проламываю вправо. Кроме того, смотри, у тебя должно быть чуть светлее вдоль линии горизонта. Вдоль линии горизонта. Сделаешь светлее для тебя. И тоже удавишь вещество, сдавливая его с холста излишков. Вот такая растяжка будет. Понимаешь? И тогда вот этим цветом начнешь укладывать идею силуэта. И не только силуэта, но и склоны. Посмотри. Два движения, склоны готовы. Правда? Это что касается склонов. Но ты их будешь тренировать вот здесь. Вот здесь. Сначала потренируешь. Потом придешь вот здесь на место и сделаешь. Но сначала сделаешь вот это. Потом удавишь красочку. Ну, распределишь и удавишь. И потом, потренировавшись в стороне. Это же у нас будет отражение здесь. Это синее. Поэтому можно. Тогда уже положишь. В ответственное место. Давай. Терпименько. Вполне себе терпименько. Я сделаю, как я бы сделал. Потому что ты, если что, дома тоже сможешь, как ты делаешь, делать. И хоть посмотрим. Так, в принципе, поняла идею. И вроде бы даже неплохо складывается. Так, в принципе, ты тут. Так. Так. Так, так. 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 Снег в тени, синий-голубой, в тени, на солнце белый. Нечаянно даже какой-то особенный мотив я воспользовался, ну как скользящий свет там произошел. Снег в тени, синий-голубой, 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 синий-голубой. Снег в тени, синий-голубой. Сначала нагнетаю вещество, потом делаю. Вот так. Можешь сбрить кусок, попробовать. К этим стволам и соснам и елям очень деликатно подойти, лучше не торопись. Хорошо? А кистью возможно? Да, кистью, кистью. Кистью, кистью, кистью. Там очень деликатный момент. То есть всю эту прозрачность нужно сохранить, продемонстрировать. Значит, там где захочется самой все это пощупать, кусками сбриваешь. Ну и не все подряд сбриваешь, а кусок сбрила, попробовала. Кусок сбрила, попробовала. Хорошо? Ну, я же поэтому и говорю, что... Ты видел, я вещество положил, а теперь его же беру, отталкиваю и появляется эффект отражения. Мощная темность, ее заслоняет мощная освещенность. Ну, давай. Ну, давай. Прикольно? Ирина. Прикольно. Ну, травище. Травище. Есть травяные проявления лиственного характера, да? А есть соломенного характера. Лиственного такие... Она так пыталась. Помни, помни, что она не лежала. Ис-с. 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 Смотри, одна кучка травы заслонила другую кучку травы, да? То есть сюда солнце попало, а сюда нет. И появились ступени, да? А это заслоняет ту. А то заслоняет ту, и пошло заслонение. А оно заслонение создает эффект пространства. Да, что-то такое. Да, собственно, наверное, и все, что я испортил, врезал в башу. По сути, можно же оставить там, да? Да, да. Понятно, что по-сухому можно потом еще какие-то усипуси порисовать. Но, в целом, закваска уже произошла, и уже можно удовлетвориться и таким. То есть травой вот оставляем там, да? Да, да. А сгораем нужно какими-нибудь? Ну, тебе нужно вот, тебе нужно вот, если что-то нужно, то, может быть, и подложим. Ты можешь... Это снег еще немножко. Ты можешь взять кисточку и там чуть-чуть, чуть-чуть. Там где-то вот внизу еще продолжает расти вот это вот. Вот такой вот начинает еще, продолжает еще расти. Поэтому можешь их подсунуть чуть-чуть. Спасибо. Спасибо. Пока.